На «Спутнике» через полчаса. Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. 13 мая отмечается День Черноморского флота России. Поздравляю всех причастных. И наверняка сегодня много будет разговоров и про Черноморский флот. Поговорим об этом и мы. Но интересно было бы сконцентрироваться до того, что происходило в 1783 году, когда Крым присоединился к России. И вообще поговорить о роли Черного моря в истории России. И вот этому будет посвящен наш часовой эфир. У нас в студии кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, Института истории и политики МПГУ Владимир Горский. И Владимир Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Все правильно я сказал? Совершенно верно. Все правильно. Прежде чем начнем, как обычно, приглашаю наших слушателей присоединиться к беседе. Номер телефона прямого эфира 8495 95 95 91 2. Номер для отправки в WhatsApp сообщений плюс 7968 766 33 11. Также можете написать нам через бота в телеграм-канале и через мобильное приложение. Радио «Спутник». Владимир Викторович, я вот тут поймал себя на мысли, что я, оказывается, не знаю, а почему, собственно, Черное море стало черным. Ведь я знаю, что оно не всегда было черным, но вот почему именно черное? Кстати говоря, это такой, насколько я знаю, даже с точки зрения географии вопрос непростой. Существуют разные способы объяснения. И с точки зрения такого вот характерного цвета воды в шторма даже попадалось объяснение того, что поскольку в глубинах Черного моря много серого водорода, а то, если, так сказать, например, опустить туда медный шарик на большую глубину, он чернеет. Вот, так сказать, чернящее море, как будто он покрывается краской. Но интересно, скорее вот с исторической точки зрения вспомнить, что довольно долгое время, в эпоху Средневековья, Черное море называлось Русским морем. Русским, да, Русским морем. И это отмечено даже и в повести временных лет, древнейшей русской летописи, текст, который дошел до нас в составе, правда, летописи уже более поздних, там, XIV-XV веков, но, тем не менее, текст относится к началу XII века. И вот там есть начало такое недатированное еще, где автор, ну, которым обычно считают Нестора, хотя, вообще-то, это в науке вопрос дискуссионный, значит, отмечает, что ежеморе словить русское. Вот Днепр впадает. Значит, в море ежесловить русское. В общем, название, почему оно, собственно, русское, тоже достаточно загадочное. Оно устойчивое, встречаются представители разных народов. Вот русские авторы называют его русским, да, древнерусский, скажем так. Арабские географы его называли русским, например, Алмас-Суди. Значит, испанский путешественник еврейского происхождения XII века называет его тоже русским. Там, значит, хронист четвертого крестового похода Жуфруа Виллорден тоже его называют русским. Так что у разных народов, то есть это свидетельство о том, что это действительно такое международное название. В эпоху Средневековья, и вот почему оно таким является, это тоже в науке несколько загадочный вопрос. Но мы видим по источникам IX-X веков, что где-то на рубеже VIII-IX веков на Черном море активизируется некая Русь, которая не имеет отношения к той Руси, которую мы потом знаем из истории, даже ее этническое происхождение не очень понятно. Но в основном такие духовные источники, как жития святых византийских, жития Стефана Сурожского, жития Григория Мастритского, значит, вот они показывают то, что там, допустим, где-то в конце VIII или начале IX века это жития, это специфический источник, они датировками, их больше событий увлекают, нежели чем датировки. Значит, ну, тем не менее, вот Сурож, судак современный, подвергается нападению русской рати некоего князя Бравлина, например, да, который там даже крестился после чуда святого Стефана, когда у него лицо назад отвернуло, когда он непочтительно приблизился к гробнице святого. Значит, вот Амастрида уже ближе к Константинополю в провинции Пафлагонии тоже была, согласно вот житию Георгия Мастритского, взята какой-то русской ратию. Правда, все заканчивалось довольно хорошо. Русские предводители отдавали награбленное добро, отпускали пленных, уводили своих воинов после различного рода чудес обычно. Вот, там под 866 годом уже, правда, из Киева приходила рать. Ну, это в повесть о временных лет под 866 годом это событие значится, в византийских источниках под 860 годом. Значит, вот уже приходили на Константинополе, опять это вроде бы закончилось благополучно для греков, благодаря чуду влахернской Божьей Матери. Значит, когда после молитв ей, так сказать, омочения подола ее ризы, буря разогнала корабли пришельцев-язычников, и мало кто из них спас. Вот, так что, вот, собственно говоря, сначала какая-то не очень понятная Русь, потом та Русь, которая будет связываться потом с уже известной нам исторической Русью, хотя, допустим, в каком-нибудь 9 веке, когда это происходило, там, связывают это со Скольдом и Диром, наша летопись, да и даже в 10-11 веках еще Руси в нашем смысле слова не было. Там, допустим, для нас Новгород сейчас Русь, да, безусловно. Где Русь, если не в Новгороде? Да, еще в 13 веке, например, нормальная была фраза поехать из Новгорода в Русь, из Руси в Новгород. Вот, то есть Новгород себя не отождествлял с Руси, вот, собственно, с этим названием, так же, как на юге его тоже не отождествляли по названию с Русью. Если надо было говорить о новгородце, говорили или новгородцы, или славени. Вот, так что даже близо, там, допустим, какие-нибудь Радимичи Руси не считались, это территория современной Украины, да, это подесения, впадающие в Днепр-река, там жили восточные славяне, но еще в 12 веке, например, в повести временных лет их отдельно. Русь дразнит Радимичей. Да, ну подождите, там же вот и крещение князя Владимира в тех краях, и Кирилл и Мефодий, которые даровали славянскую письменность, тоже с Херсонеса, их история начиналась. Они у нас никогда здесь не были, да, Кирилл и Мефодий, они же проповедовали Великой Моравии, вот, уже из Великой Моравии к нам пришла и славянская письменность. Так что, ну и учили они там же, через их учеников это пришло к нам, видимо, где-то в начале 10 века, когда Великая Моравия подверглась разгрому венгров. Вот, оттуда была масса беженцев, и вот тогда, судя по всему, приходят и люди, владеющие славянской письменностью. У нас первые памятники славянской письменности встречаются еще, ну, до крещения Руси. Там, допустим, где-то в сороковые годы уже есть такие памятники. Так что здесь действительно очень такая древняя история, и потом для Руси, уже древнерусского государства, когда он состоялся, Черное море было очень важным элементом пути из варяг в Греки, и, по крайней мере, до середины, ну, до 1043 года, русские князья довольно устойчиво раз в несколько десятилетий воевали с Византией за то, чтобы получить максимально благоприятный торговый доступ на византийский рынок, то есть заключить договоры, по которым большая часть прибыли для русских купцов оставалась в их распоряжении за счет отмены пошлин, за счет того, что византийская сторона набрала на себя материальное обеспечение русских купцов, русских послов на время навигации. А вот потом это значение несколько падает, потому что Черное море постепенно отрезается кочевниками, причем чем дальше, тем более мощными этносами кочевыми. У нас ведь после похода в Святослава в X веке был еще такой специфический очень на нем идет много дискуссий. Русский анклав на Тамане, Мутераканское княжество, Мутераканская Русь так называемая. Вот. И еще в XI веке это ну как бы русская территория, там правят русские князья, туда бегут всякие русские изгои, хотя там очень сильное влияние Византии. А вот уже на рубеже XI-XII веков связь теряется. Появляются половцы. Пока были печенеги, так сказать, через них можно было как-то пробиваться. А когда приходит мощный половецкий этнос, то пробиваться даже по Днепру становится очень тяжело. И вот этот путь из Варяг в Греки, в рамках которого Черное море играло для Руси существенную роль, он затухает. И потом уже такой вот интерес к Черному морю отрезан, ну, так сказать, мы будем отрезать сначала половцами, а потом там будут монголы, татары, потом там будут осколки орды, рассыпавшиеся, именно Крымское ханство, которое будет преграждать дорогу с XV, там, с 70-х годов XV века Крымский хан станет вассалом турецкого султана, поднимающийся Османской империи. И, так сказать, между нами и Черным морем возникнет территория, называемая Дикое поле, где, в общем-то, никто, ну, мертвая земля, в дословном переводе, где никто не живет, потому что там просто опасно жить. Там даже если рядом живешь, ведь до 17-го, до 18-го века угоняли десятки тысяч русских людей за десятилетия, собственно говоря, хотя там и плотность населения была, постоянные набеги, постоянные набеги, там строили засечные черты, города, значит, для того, чтобы укрепить, но все равно до 18-го, вплоть до 1783-го года, кстати сказать, вот до вхождения Крыма в состав России, эта проблема продолжала существовать. Ну, просто Крымское ханство такое государство специфическое, где без набегов жить было нельзя, просто населению не хватало бы продукта. Я правильно понимаю, что на несколько веков Русь потеряла доступ к Черному морю? Она, ну, фактически, да, и, собственно говоря, что-то делалось в это время для того, чтобы вернуть этот доступ? Ну, это было не очень интересно. Что было можно сделать? Для того, чтобы что-то можно было сделать, надо было, во-первых, получить доступ. Но даже получить доступ мало, потому что, ну, с кем торговать, там, допустим, на Черном море? Да, с турками? А дальше ты никуда не денешься. Собственно, из Черного моря. Это турецкое озеро. Со всех сторон окружают турецкие территории. Поэтому даже при Петре, когда начнется выход, тут будет строиться Азовский флот, а ты из Азовского моря не выйдешь. Там и Николе, крепость, которая контролирует Керченский пролив, и, ну, плавай по Азовскому морю. И, конечно, туркам это очень не нравилось, но немножко поплавать они 10 лет дали, там, с небольшим. Вот. Но из Азовского моря ты не выйдешь, так сказать, плаваешь как по луже. Там, допустим, в дальнейшем, вот, кстати, когда в 1711 году после прусского мира Россия была вынуждена уничтожить свой флот на Азове, вот, который построили, начали строить после второго Азовского похода в 1696 году, удачного, да, Азов был взят при помощи как раз вот построенного за, там, буквально несколько месяцев под Воронежем флота. Мы пытались, например, ну, хотя бы продать часть кораблей, чтобы настроили это много. Петр был большим энтузиастом в этом отношении, построили много кораблей. И вот теперь по прусскому договору Россия, ну, для прусский поход был неудачен, приходилось идти на очень жесткие, так сказать, требования Турции, в частности, уничтожить флот. Азов отдавали, Таганрог отдавали, у нас выходов даже в Азовское море не оставалось. Вот, и, значит, флот тоже, ну, нет, если хотите, можете его в Дон убрать на те территории, которые вы контролируете, но, а куда его уберешь? Собственно говоря, мелководная река, поэтому его пришлось по большей части уничтожить, ну, несколько кораблей там в Черкасск отвели, что было можно, остальное уничтожили, жгли, ломали, попытались продать четыре корабля, перегнать их в Балтийское море, значит, ну, сначала попытались перегнать в Балтийское море, значит, для того, чтобы или Балтийский флот включить, или, значит, продать. Турки не пропустили их просто через Босфора, Дарданелла и все, которые они контролировали. Пришлось продать туркам по дешевке. По дешевке. Хоть как-то, как говорится. Поэтому, в общем-то, до Петра, ну, как бы на практические рельсы никто поставить этот, ну, скажем, решение этого вопроса особенно не пытался, потому что бессмысленно. Да, но про Петра мы еще поговорим, а вообще взаимоотношения Крымского ханства и Российского государства, это же ведь, ну, не всегда были враждебные, насколько я помню. Не всегда. Они были даже одно в начале существования Крымского ханства союзными во времена Ивана Третьего, потому что после распада того, что мы называем Золотая Орда, возник целый ряд государств. Вот, одной из них, Большая Орда, во главе с ханом Ахматом, значит, с которым, кстати, было противостояние на Угре в 1480 году, оно претендовало на то, чтобы быть преемником Золотой Орды, и мы поначалу дань продолжали пока платить ему, и, видимо, Иван Третий Ярлык получал в Большой Орде еще пока. Так вот, Ахмат пытался и Крым прибрать к своим рукам, где утверждалась династия Гиреев. Значит, он хотел поставить там своего сына Пердебек. Вот, а Крымский хан, соответственно, Мен Гиреев, он, как говорится, хотел там утвердить свою династию, поэтому он был врагом Ахмата, ну, а враг моего врага, как говорится, мой друг, на этой почве Иван Третий и Крымский хан сошлись, между ними действительно возникло такое ощущение, что даже что-то вроде, ну, вот, как сейчас говорят, вот личная химия, да, там, между, там, Путиным и Эрдоганом, там, вот, здесь примерно такой же момент был, создается ощущение, что Мен Гирей даже вот чисто по-человечески был как-то расположен и к Ивану, и даже к Русскому, пока был жив, он даже после смерти, он немножко пережил Ивана Третьего, старался не допускать набегов, а вот его сыновья, а к этому времени Большая Орда приказала долго жить. Кстати, разгромил его как раз Крымский хан, он сжег сарай, вот, Ивану Третьему прислал, значит, Гонцов с радостной вестью, что Большая Орда готова, вот, но и сейчас общий противник, и сейчас фактор объединяющий, соответственно, образ, поэтому следующее поколение правителей Крыма, да, вот уже при сыновьях Глигерии начинаются очень жесткие нападения, когда крымские войска доходили так глубоко, что следующий великий князь Василий Третий, ну, приходилось от них бегать и прятаться. До Петра сказали, что этот вопрос особо не поднимался, потому что было бесперспективно, что изменилось с приходом Петра и вот эти азовские походы, о них, расскажите, пожалуйста, потому что они так или иначе связаны с нашей темой. Да, конечно. Ситуация несколько изменилась в 1686 году, когда Россия вступила в так называемую Священную Антиосманскую Лигу, которую еще раньше, за несколько лет до того, составили Австрия, Венеция и Речь Посполитая, то есть государства, заинтересованные противостоянию расширения Османской империи, сферы ее влияния. Для России, в общем-то, это был так называемый вечный мир с Польшей, собственно, или с Речью Посполитой, что точнее сказать, который закреплял за Россией Киев, но были условия, да, поляки вот плакали, нам хоть помереть, Киев не отдадим, ну ладно уж, если вот вы, допустим, примете на себя обязанность помочь нам в священной борьбе, ну уж так и быть, хотя фактически он был уже за Россией со времен Андрусовского перемирия, даже несколько раньше, 1667 года. Значит, поэтому Россия, да, вот заключила, да, это у нас больше ведь не было мира вообще, никогда, только перемирия, в частности, Киев, вот предмет раздора, еще и Иван Третий, говорил, мы не можем отказаться от Киева, поляки, мы тоже не можем, точнее сначала литовцы, да, потом поляки, когда они объединились в Речь Посполитой, тоже не можем, раз не можем, значит, мы воюем до тех пор, пока кто-то у кого-то это, собственно, мы не возьмем, да, поэтому если не взяли, значит, мы перерывчик делаем, там, на 10 лет, на 5, можем продлить потом, ну, понимаем, дальше будем, а есть вечный мир, значит, навсегда, нет больше проблем между нами, которые требуют военного решения, вот, но есть обязанность, значит, мы берем на себя борьбу с, так сказать, вот, восточным флангом Османской империи, ее противостояние Священной Лиге, именно с Крымом воюем, Крымский хан, это союзник, почему-то, такой солидный союзник турецкого султана, Крымская конница, это десятки тысяч воинов, которые участвовали в сражениях против Речи Посполитой и Австрии, венецианцы воевали на море, преимущественно, и, значит, это требовало, ну, мероприятий, в свое время Василий Васильевич Голицын, глава правительства, по сути, во времена регенства, Софья Алексеевна, два раза ходил в Крым, неудачно, вот, а Петр, так сказать, на нем эта обязанность сохранилась, когда он к власти пришел в 1689 году уже за регенство, Софья была свергнута, регенство закончилось, значит, Петр какое-то время, в общем, делами государственными особенно не занимался, кстати, азовские походы, его первое такое вот реальное государственное дело, где он окунулся в реальную жизнь, не в потехе, там, не во что такое вот проще, и вот поход 95-го года, как раз неудачный азовский поход первый, показал, так сказать, насколько представление о действительности далеки, в общем, как бы от самой действительности, что надо их совмещать очень быстро, Петр был человек деятельный, жесткими мерами он это совместил, в частности, выяснилось, что для того, чтобы взять азов, это очень важный стратегический центр для того, чтобы контролировать выходы из Крыма, так сказать, блокировать активность крымского хана, ну и заодно Петр был фанат моря, да, вот удивительный такой, тоже субъективный фактор, да, человек, который родился в глубине континента, вот, бредил водой, вот, как бы трудно сказать, откуда это у него взялось, да, но вот как он нашел этот первый ботик где-то там в Измайловском, который потом поставили на Яузу, потом он плавал на Просином, значит, пруду, потом он строил ботик, ботик, значит, и там другие небольшие суда на Плещевом озере в Переславле, значит, вот, вот он первые годы вообще только этим пропадал в этом Переславле, тут государственные дела, там его родственники всякие вели на Ростана, он, значит, там кораблики строил, но теперь, знаю, вот он, пошли на Азов, да, дело важное, мы поняли, что-то не хватает, ну, не хватает организации армии, и, что нас сейчас интересует, не хватает флота для блокирования Азова с моря, потому что он как раз у выхода из Дона в море, можно со стороны Дона подойти, а можно со стороны моря подойти, со стороны моря турецкий флот снабжает его боеприпасами, продовольствием, гарнизон и всем остальным прочим, поэтому они могут очень долго держаться, значит, пришлось уходить, за зиму построили флот, за одну зиму, за одну зиму построили флот, по двору, причем строили в селе Преображенском, галеры строили в Селе Преображенском, купили в Голландии галеру, значит, разобрали ее, взяли за образец и в Преображенском там почти два с половиной десятка галер построили, в Москве, по сути, сейчас, да, вот, потом в разобранном виде отвезли, значит, в Воронеж, значит, там построили верфь, создали, ну, в общем, так, по отзывам европейцев, ну, фактически концлагерь, вот, с очень жестким режимом, куда сгоняли работников, вешали за попытку к бегству, все это было оцеплено солдатами, вот, наняли массу иностранцев по очень высокой расценке, но за зиму построили флот из разных кораблей, начиная, так сказать, от Голиасов, вот, Святой Петр, Святой Павел, до казачьих лодок в общей сложностью, там, чуть ли не под полторы тысячи разных судов. Ничего себе. Ну, правда, крупных было не так много, это вот были несколько парусных кораблей типа Голиасов, значит, несколько десятков, ну, там где-то, ну, да, несколько десятков галер разных конструкций, там были большие галеры, скамповеи небольшие галеры, и огромное количество вот этих стругов казачьих, которых там, на которых перевозили всякие, там, полезные для армии вещи. Но полторы тысячи судов за зиму, это внушительная цифра. чем полторы тысячи, да, это была стройка просто колоссальной интенсивности, с очень большими затратами, с человеческими жертвами, приличными, но... Но эта стройка дала свои плоды, результат был, да. Про успешный Азовский поход поговорим уже после новостей, потому что сейчас они у нас будут через пару мгновений на радио «Спутник», после мы к вам вернемся и продолжим. Приветствую всех наших слушателей, Игорь Ивановский у микрофона, напоминаю, что 13 мая отмечается День Черноморского флота России, еще раз поздравляю всех причастных, и мы сегодня говорим о том, какие события предшествовали созданию Черноморского флота, и вообще обсуждаем роль Черного моря в истории России, начиная с самых-самых древних времен. У нас в студии кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, Института истории и политики МПГУ Владимир Горский. Владимир Викторович, здравствуйте еще раз. Еще раз доброе утро. Про азовские походы начали мы говорить, их было всего два, как мы помним, из истории. Первый неудачный, второй удачный, ну и как раз мы говорили о том, что Петр подготовился ко второму походу, за зиму построил буквально русский флот, который включал более полутора тысяч судов, ну и таким образом, насколько я понимаю, начался тот самый второй поход. Да, только мы уже с вами отметили, что он действительно оказался удачен. Азов сдался, сдался на очень почетных условиях, Петр рад был дать им эти условия, турки покидали Азов с оружием, знаменами, ну они оставляли артиллерию, так сказать, правда, но в принципе им дали свободу, им даже почетно, с оружием, знаменами, барабанным боем оттуда уходили. Вот, не как победители, конечно, но тем не менее, не уронив воинской чести, России же было важно получить Азов как можно быстрее и с наименьшими потерями. Добивать этот гарнизон, какой смысл, если он все равно уходит, только людей потеряем много и много времени. Значит, поэтому пышно очень была отпразднована победа в Москве на такой вестернизированный манер. И вскоре после этого в Азове и Таганроге начинается строительство флота, которому Петр уделяет огромное внимание, собственно, вот, особенно после поездки в Великое посольство, где он и сам работал на голландских верфях и, так сказать, вот, в Англии очень интересовался кораблестроением, и действительно был весьма квалифицированный корабел, и своими руками мог построить, действительно, участвовать в строительстве крупных кораблей, причем самых разных их частей. Это действительно интересный финанс. Он вплоть до 1710 года, до начала русско-турецкой войны очередной, уделял флоту огромное внимание, были построены десятки линейных кораблей, я уж не говорю о кораблях меньшего класса, то есть совершенно очевидно, что Петр собирался из Азовского моря пробиваться в Черное, вот, и, вероятно, дальше. Но прудский поход положил всему этому конец, русская армия попала в окружение, Петр сам чуть в плен не угодил, и даже помышлял, как говорят, о том, чтобы отравиться, но благодаря русской дипломатии, Петру Павловичу Шафирову, и некоторой алчности великого визиря, все-таки удалось уладить вопрос по-другому, русскую армию выпустили из окружения, но пришлось подписать мир, по которому Петр лишался любимого детище, значит, хотя он спорил с западными теоретиками, которые от политики войны, которые говорили, что прежде чем создавать флот, надо подумать о том, чтобы закрепить за собой территории, способные быть портами. Значит, Петр говорил, что был бы флот, а порты он себе найдет. Но когда Азов и Таганрог снова отошли к туркам, просто физической возможности держать флот даже в Азове не было, как я уже говорил, его пришлось уничтожать собственными руками. И, в общем, что у нас потом было, даже уже к концу царствования Петра обратили снова внимание на этот регион, на Донскую флотилию. То есть у нас на Дону были небольшие сравнительно военные корабли, и поскольку после русско-иранской войны 1722-23 годов, которая закончилась Петербургским мирным договором, по этому договору к России отходили значительные территории, такие важные, скажем, не то, что они были большие, но очень важные территории, на юге и юго-западе Каспийского моря. Там Баку, Решт, Астрабат и еще целый ряд территорий, на которые зарилась еще и Турция. Поэтому это опять напрягло взаимные отношения, готовились к новой войне с Турцией, и для этого опять вспомнили про то, что нужно иметь какие-то будет силы в Азовском море, стали подготавливать Азовскую военную флотилию, стали даже задумывались над Днепровской флотилией, стали заготавливать лес для нее, но потом все-таки отношения с Турцией были урегулированы, и в общем об этом забыли на какое-то время, забыли и вспомнили уже когда началась следующая реально русско-турецкая война в 1735 году. Уже при Анне Ивановне. И здесь надо, кстати, упомянуть интересную вещь, очень актуальную для нашего времени, что у западных стран был такой своеобразный антирусский консенсус. Они находились в противоречивых отношениях друг с другом, иногда привлекали Россию к каким-то союзам, но при этом у них у всех был консенсус в том плане, что Россию нельзя пускать в Европу сколь-нибудь глубоко, а пропуск в Европу это выход к морям. Если у России будет выход к морям, она сама туда войдет. А если ее к морям не подпускать, то тогда ее допуск в Европу можно будет контролировать. Особенно в этом плане старалась Франция при Людовике 14-м, Людовике 15-м именно Франция так сказать заправляла антироссийской повесткой. Ее особенно хорошо сформулировал Людовик 15-й, который когда-то Петр даже на руках подержал, прочил за него дочь Елизавету. Замуж не состоялось. Значит, вот Людовик сказал фразу, под которой сейчас, наверное, можно было бы в Западной Европе, да и в Северной Америке собрать большую книгу подписей. Значит, он сказал, что все, что может ввергнуть эту империю в хаос, снова погрузить ее во мрак, мне выгодно. В английском парламенте постоянно говорили о том, что очень опасно, если Россия будет иметь мощный военный торговый флот, тогда она может потеснить английских купцов, это нехорошо. И поэтому, несмотря на то, что с Францией у нее были серьезные противоречия, с Россией отношения торговые были очень важны, потому что Англия будет в 18 веке наращивать объемы закупки хлеба по мере своей индустриализации, огораживания и всего остального прочего, что там происходит. Но, тем не менее, все были заинтересованы в том, и все ведущие державы Европы, и Франция, и Англия, и Австрия, и даже в какой-то степени Пруссия, в том, чтобы Россию к морям не пускать. Все они, когда возникали русско-турецкие конфликты, они редко, Франция, собственно, ну, как бы, в буквальном смысле подзуживала, научкивала Османскую империю, она ее пыталась использовать, ну, сейчас, как использовать, например, Украину, да, они решают, какие-то, вот у Франции был проект санитарного кордона против России, вот он тогда, собственно, возник, значит, это Швеция, речь Посполитая и Османская империя. И получалось от Балтийского моря и до Черного, точнее, даже от, ну, фактически от Северного Ледовитого океана и до Черного моря сплошной санитарный кордон из враждебных России государств, которые, в которых Франция имеет какое-то влияние. Вот. Вот Франция, когда ей было что-то нужно, вот, например, там, откуда возникла вот эта война в 1935 году, да, в 1932-1935 годах была война за польское наследство. Россия с 1698 года по сути устанавливается, ну, протекторат, не протекторат, но, как бы, это вот определенный такой вот политический контроль за речью Посполитой через своих ставленников. Сначала Петр спонсирует Августа II, он побеждает саксонский Курфюст на выборах. Больше был выборный король, там не было наследственной монархии. Вот. Он сначала побеждает. Когда он умер, вот, в 1932 году, да, там возник вопрос, а кто будет? Поляки, французы сразу стали продвигать своего ставленника Станислава Лещинского, который еще во время Северной войны первый раз там посидел, а Людовик-15 был женат на его дочери. Вот, Марии. Значит, Россия стала продвигать своего кандидата Августа III, сына Августа II, по наследству, вот, так сказать, более-менее лояльно настроенного к России. И вот возникла эта война, и французы сразу попытались открыть Южный фронт для России. Подзруживали напасть на ее Османскую империю. Она была вообще-то не против. И тоже не нравился русский ставленник в Польше. Но они были заняты войной с Ираном, и тогда не смогли вступить в войну. Вот в 1935 году там был повод, уж не буду вдаваться в детали, они сами его дали, так сказать, отправив войско крымских татар 20 тысяч для того, чтобы захватить вот эти вот территории на юге Каспийского моря. Значит, мы их обратно отдали Ирану, значит, но под условие, что они не допустят их перехода в руки третьей державы. А третья держава попыталась таким путем туда продвинуться. Поэтому, так сказать, Турцией была объявлена война, и вот она с 1935 года значит, по 1939 год продолжалась. Вот здесь опять оказались востребованные корабли, потому что выяснилось, что вести военные действия против Крыма без поддержки с моря практически невозможно. Это вот показала ситуация, когда создали достаточно сильную Донскую флотилию, конечно, не сравнить с турецким флотом было, но все-таки, да, под командованием контр-адмирала Бредаля, норвежец, на русской службе, значит, то удалось взять Азов, вот армии Петра Петровича Ласси, значит, удалось совершить потом, в общем, такой довольно удачный поход в Крым в 37-м году, а в 38-м году Азовская флотилию, ну, пришлось фактически уничтожить, ее турки подловили, так, что они ее заперли там на косе, и, в общем, хотя попытались там поманеврировать, не удаваясь детали, но в конечном итоге флот оказался заперт, его пришлось уничтожить, и следующая экспедиция Ласси, оставшаяся без поддержки, а флот, в общем, там были сотни, в основном, мелких судов, это, ну, где-то около тысячи общим числом, казачьи струги, дубель шлюпки, ну, а также такие корабли, там, они, правда, в основном, такого, были прибрежного плавания, там, прамы, плавучие батареи, значит, вот, они перевозили полки целые, да, там, вот, армии Ласси, перевозили боеприпасы, продовольствие, вывозили раненых, больных в АЗОВ, то есть, это вот коммуникация была, как осталась армия Ласси без коммуникации, все, пришлось из Крыма уходить, потому что там невозможно было просто больше вести боевые действия, так что, вот, эта потеря, она была очень серьезная, кстати, уж, коль мы поминаем, вот, которые стояли у истоков, да, интересно вспомнить, и тех, кто заслуживает памяти, но о них практически никто не знает, кто знает имя Пьера де Фремери. Я не знаю. Никто не слышал, и в школьных программах его нет, а вот это любопытно, да, с одной стороны, Франция, вот такой вот наш наследственный враг, ну, вплюдаю до Людовика XVI, только Людовик XVI пошел на потепление отношений, значит, а в то же время на русской службе есть французские офицеры, вот как тот же, например, де Фремери, и он командовал вот в этой Азовской флотилии, еще пока она существовала, и отбивалась от турецкого флота более или менее успешно в 37-м году, ботом, вооруженным крупнокалиберной пушкой, мортирный бот, так называемый, и вот он был в одиночном плавании, и его прижали к берегу большие силы турецкого флота, прорваться не было возможности, поэтому бот причалял к берегу, садили команду, а де Фремери с Бацманматом Рудневым и каким-то неизвестным матросом, значит, они остались с тем, чтобы уничтожить бот, но тут турки подошли, они завязали с ними бой, отстреливались из пушки, пока могли, а когда турки совсем близко подошли, то, согласно донесению Бредаля, они подорвали себя вместе с ботом, возможно, с турками, просто свидетелей с русской стороны не было, близко находящихся, как это все происходило в деталях, вот, вот французский офицер на русской службе. Интересный, конечно, факт. Да, но Владимир Викторович, да, вынужден ускорить нашу беседу, да, потому что время в эфире у нас остается не так много, да, поэтому уже, наверное, к Екатерине Второй и к тому, как вообще все-таки русская флотилия оказалась на Черном Боле. Да, ну вот, кстати говоря, по белградскому миру 1939 года, несмотря на ряд успехов, которые русские стяжали, в результате того, что австрийцы пошли на сепаратный мир, нам пришлось заключить, в общем-то, невыгодный мир. Азов у нас оставался, но надо было срыть все укрепления и запрещалось держать военный и коммерческий флот на Черном море. То есть флота нам эта война не дала. Поэтому, в общем, как бы снова вопрос встал на повестку дня, так вот, как актуальный, уже в 60-е годы, когда опять же на почве польских событий в известной степени там была очередная борьба после смерти августа 3-го, значит, в конечном итоге опять же Франция и Россия столкнулись между собой косвенно. Победил русский ставленник Станислав Понятовский, друг Екатерины личный. Это опять давало России возможность влияния на Речь Посполитую. Это не понравилось Франции, это не понравилось Турции. Там, кстати, возникла Барская конфедерация, шляхта, которая не признала этих выборов. Турки использовали это как повод, значит, потребовали отменить выборы, по сути, значит, отменить уравнение диссидентов, то есть не католиков в правах, а с католиками, на что пошел Понятовский под давлением России и Пруссии, с которой они в это время контактировали по этому вопросу. Ну и вот началась в 1768 году новая русско-турецкая война, в чем у турок не было практически никаких успехов, Турция уже была в упадке, серьезном, значит, на суше она держать победы не могла, но море она держала, потому что у нас, ну, начали опять воссоздавать Азовскую флотилию, но, как говорится, сначала это потребовало времени, поэтому известно, что вот в конечном итоге Екатерина пошла на проект, который предложил ей Орлов, значит, Алексей Григорьевич, который предложил перебросить две эскадры из Балтийского моря в Средиземное для диверсий, значит, вот бригады под командованием адмиралов Спиридова и Эльфинстона, Джон Эльфинстон, англичанин, шотландец, скажем так, на русской службе, значит, они с 70-го года по 73-й год действовали в Средиземном море, значит, это был, конечно, еще не Черноморский флот, в Черное море они заходили, потому что через Босфор и Дарданеллы пройти было невозможно, их держали турки, но в Черном море вот Чесменская победа в 1770 году над турецким флотом, реального русского флота, значит, ну, Балтийского, правда, по происхождению, под командованием Орлова, Спиридова, ну, в какой-то степени Эльфинстона, значит, она была действительно такой же, что, в общем, вся Европа рот открыла, потому что, ну, благодаря, так сказать, стечению обстоятельств, определенному мастерству русских моряков, героизму некоторых из них, совершенно такому, как, допустим, лейтенант Ильин, значит, турецкий флот просто был уничтожен, вот сначала сражение в Хиосском проливе, потом в Чесменской бухте, он просто сгорел дотла, там использовали брандеры, когда он скопился в Чесменской бухте, вот у Ильина был самый эффективный заход в этом отношении, он сгорел весь, кроме одного парусного корабля и, по-моему, шести галер, которые достались русским, а все, просто он исчез, средиземноморский флот Турции, он просто исчез, кстати говоря, кто компенсировал туркам потери кораблей, чтобы война продолжалась, французы, это мы, это мы, неудивительно, это нам что-то знакомо, да, мы такое сейчас тоже видим, значит, французы вместо уничтоженных русскими кораблей, значит, предоставили им какую-то часть своих собственных, чтобы они могли продолжать войну, но вот до 73-го года, там они много чего делали, они на острове Парос, значит, там нашли бухту, более-менее безопасную, значит, население снабжало их продовольствием, население близлежащих островов приняло русское подданство, значит, русские войска брали, Сидон, Берут, брали, значит, то есть, там проводили разного рода диверсии в отношении торговых, военных кораблей Турции, то есть, очень много крови попортили им, в то же время опять разворачивалась Азовская флотилия, при помощи которой в 71-м году взяли Яникале, крепость, которая контролировала выход из Керченского пролива в Черное море, поэтому туркам заход в Азовское море с тех пор был вообще напрочь закрыт, вот, а русские корабли получили наоборот возможность в Черное море выходить, и вот это создавало уже определенные условия, одно из важных предпосылок дальнейшего создания флота. Владимир Викторович, давайте, наверное, про графа Потемкина скажем пару слов, да, в завершении нашего эфира, которого считают создателем Черноморского флота. Ну, скажем так, опять же, граф Орлов, граф Потемкин, он был все-таки кавалеристом, он не был, он был, служил в кавалергардском полку, хорошо разбирался в кавалерии, командовал кавалерией во время русско-турецкой войны одно время, но во флоте не очень, он был очень талантливый администратор, и действительно человек, конечно, очень умный и понимавший значение флота, хоть он и не был моряк, для будущего России на Черном море. Поэтому, когда он стал генерал-губернатором Новороссии, значит, он приказал Ивану Абрамовичу Ганнибалу, одному из сыновей, араба Петра Великого, значит, генералу, участнику, кстати, Чесменского сражения тоже, он там командовал морской пехотой, как мы сейчас сказали, вот, строить Херсон, и там порт для спуска на воду кораблей с большой осадкой. Вот. И это стало одна из главных верфей. Но, тем не менее, по результатам Кючу-Кейнарджийского мира 1774 года, Крым, он еще сохранял свою государственность, хотя объявлялся независимым от Османской империи. Там сложные были перипетии, сейчас просто у нас нет времени об этом говорить, но в 1783 году последовал известный указ Екатерины о включении Крыма и прилегающих к нему территорий в состав Российской империи. И в этом же году был заложен Севастополь, значит, который, ну, сначала назывался Ахтиярд, а 84-го года, с 84-го года он стал Севастополем. И вот тогда же к его берегам пришла флотилия под командованием адмирала Федота Алексеевича Клокачева. И вот именно эта дата и считается началом русского флота, хотя Черноморского флота значит который в дальнейшем будет существовать долгое время и существует настоящее с перерывом только от соответственно Парижского мирного договора по результатам Крымской войны и до начала 70-х годов. Но это уже другая история. Владимир Викторович, спасибо вам большое. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Института истории и политики МПГУ Владимир Горский был у нас в студии. Микрофон для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо. Музыка 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 Музыка